Битва за урожай в Ставропольском крае Бутенко Владимир Анатольевич, главный агроном СПК колхоза Племзавода Мини-Ленина Владимир Анатольевич, ну как проходит уборка? Есть ли какие-то сложности? В этом году, если сказать, что каждый год он нетипичен, каждый год это новый урожай, это свои особенности Уборка проходит в очень жестких условиях, стоит аномальная жара, с порядка 14 мая не было ни одного дождя Очень тяжело, потому что практически урожай не зреет, а он просто-напросто горит Мы никогда так рано не начинали уборку, мы на 17 июня практически закончили уборку ячменя На данном этапе мы приступили к уборке озимой пшеницы Ну что можно сказать? То, что мы ожидали, безусловно, у него нету Потому что практически пшеница, как я сказал, не зрела, а просто-напросто жарилась на этом санцепеке У нас уборочная площадь 13 181 гектар В основном приоритет мы отдаем озимой пшенице, это 12 101 гектар И ячмень мы в этом году поселили 894 гектара Поэтому это основные культуры, которые дают прибыль и реально живые деньги в хозяйство Хозяйством мы занимаемся очень серьезно, вопросом выращивания озимых культур Мы применяем очень большое количество удобрений Ну вернее не очень, а правильно мы их применяем Мы делаем подкормку, мы делаем предпосемное внесение удобрений Мы подбираем их, мы делаем все виды обработок против вредителей болезней и сорной растительности Поэтому этот комплекс Агромир мы выдерживаем У нас в достаточном количестве тракторов, обрабатывающей техники, опрыскиватели у нас Ну в принципе, единственное, что не хватает, это нормальных погодных условий на данный момент Дождя, да? Дождя, ну и безусловно, забегая вперед, чтобы жить, нужно продавать Продавать хорошую, качественную продукцию, которая у нас на данный момент есть Но за хорошую цену К сожалению, диспартия цен очень бьет по нам, производителям Это непомерный рост солярки, непомерный рост запасных частей А цена на зерно стоит на одном месте Мы идем дальше и сейчас пообщаемся еще с одним сотрудником этого колхоза Здравствуйте, представьтесь Здравствуйте Ганяев Евгений Сергеевич, начальник участка номер 2 Евгений Сергеевич, ну как идет уборка, сколько человек задействовано, сколько техники? Расскажите, пожалуйста, у вас на предприятии Принимают участие 40 комбайнов Из них 26 акросов и 14 донов Разделены они по звеньям В уборке участвуют Принимают участие 46 Так, значит, 80 человек 40 комбайнеров, 40 штурвальных И на отгрузке водители 30 водителей, в основном КАМАЗы Отгружают Как работают люди? С утра и до самого вечера? Да, уборка начинается с самого утра и до позднего вечера Пока пшеничка не отойдет Если вечером начинает отходить, мы прекращаем косовицу Погодные условия позволяют нормально проводить уборку? Или все-таки нужен дождик? Ну, дождик сейчас, собственно говоря, уже ничего не поможет Потому что уже она стоит вся сухая Вот, влажность То есть нужен был дождик раньше? Раньше, да Как говорят, два дождика в мою Тогда уже веселее было А так у нас один дождь прошел И тот такой 14 миллиметров выпал И все То, что не было дождя Повлияло сильно на урожай, на качество урожая? Да Стояла засуха Урожай 30% ниже прошлого года Поэтому Но тем не менее, если говорить о качестве урожая Вот то, что уже собрали Качественное? Урожай качества Третий и четвертый класс Фуражного у нас Сейчас анализы делали Лаборатория про косы, раскосы Значит, только третий и четвертый класс Это пшеница? Пшеница, да А ячмень? Ячмень Там натура Хорошая натура 650-670 Поэтому Нормальный ячмень Помимо тех, кто задействован на уборке Именно в полях Есть еще люди, которые также работают Для того, чтобы уборка проходила Хорошо и плодотворно И сейчас мы с этими людьми пообщаемся Люди это непростые Они кормят Кормят тех, кто Весь день проводит в полях С пшеницей Здрасте Представьтесь, пожалуйста Оксана Вы повар? Да, я повар Много у вас людей питается? Ну, в уборку Во время обеда У нас проходит Ну, более ста человек Проходит Уже есть любимые блюда у них? Или они всеядные? Ну, у нас вообще всеядные Поэтому Не высказывают ни претензий Как говорится, ни предпочтений Рады всему Всегда благодарны Ну, это, наверное, лучше у них спросить А есть какое-то фирменное блюдо Вот, которое вы Готовы каждый день им готовить? Может, борщ Больше, больше Больше у нас каждый день, например Конечно Ну, а вторые блюда Ассортимент Каждый день меняем Ну Ну, а, например, что на второе? На второе Ну, пюре любят Очень Ну, обязательно Что-то рубленое Например, тефтели Или котлеты Такое вот Больше предпочитают Мясо должно быть? Обязательно Все-таки мужчины Мужчины, они, конечно Любят мясо Коллектив у вас такой небольшой И успеваете 100 человек накормить? Ну, это еще не весь наш коллектив, конечно Просто так получилось, что Кто-то отлучился Еще у нас 3 человека есть в нашей бригаде Вот Стараемся Приезжаем рано Уезжаем поздно Ну Ну, наверное, так же, как и Мужчины в поле С раннего утра С раннего утра и до позднего вечера Мы здесь То есть Обед Обед, ужин Завтракают они дома? Да Ну, хоть завтракают дома Ну, приходили бы на завтрак Мы и тому рады Пусть приходят Наши двери открыты всегда Я вот вижу, у вас Молодежь здесь работает тоже Да Вот Я здесь работаю уже 12 лет И на протяжении этого времени Всегда привлекается у нас молодежь Школьники Там Студенты Ну Каждый год у нас есть помощницы Поэтому, конечно, легче намного работать С ними Вы в школе учитесь? В техникуме В техникуме А добровольно сюда пришли сами? Да Почему? Ну, просто захотела работать Чтоб дома не сидеть Ну, а мы сейчас узнаем Как дела стоят в целом по району На уборке Сейчас мы поговорим с человеком Который знает об этом информацию Добрый день Добрый день Представьтесь Начальник отдела сельского хозяйства Бобчан Александр Васильевич Александр Васильевич Ну, а мы уже узнали Как проходит уборка здесь На этом предприятии А как дела обстоят в районе? В 2018 году В Арзиевском районе Предстоит убрать Зерновые и зернобобовые На площади 107 тысяч гектаров земли На сегодняшний день К уборке практически приступили Все предприятия Убрано 9100 гектар земли От общей площади 8,5% Средняя урожайность 22,5% Работа с сельхозтоваропроизводителями Проделана очень большая Под урожай 2018 года И с осени по себе выглядели неплохо Весной Но последние два месяца А даже будем говорить так Три месяца Апрель, май и июнь Практически осадков Выпало мало Или будем говорить Критическая норма осадков В апреле месяце выпало 9,4 мм В мае 9,8 За июнь практически ноль Это конечно сказалось На урожайности зерновых Ожидали Что будет урожай хороший Но сегодня такая сложилась ситуация Я уже назвал вам урожайность 22,5 центра с гектара Хотя мы надеемся Может быть чуть поднимется урожайность Это в среднем по району Это в среднем по району Ну паровой клин дает чуть больше Полупар хуже Где солончаки Там слабенькая урожайность У нас введен режим ЧАЭС По почвенной засухе Или по критериям Которые сегодня есть Больше трех декад У нас в почве В метровом слое Меньше 50 мм А если правильно говорить То даже 5-10 мм Поэтому сегодня район Находится в режиме ЧАЭС Также мы находимся в режиме ЧАЭС По Саранчевым Мы ввели середины мая По Саранчевым мы отработали 34 тысячи гектаров земли Против Саранчевых Как-то успела Саранча повлиять на урожай? Мы, ну, кое-где будем говорить Были заходы Но сельхозтоваропроизм справились с этим Мы считаем, что район сегодня Хорошо отработал по Саранчевым Спасибо тому, что и на встречу пошел губернатор Владимир Владимирович Выделил правительство Старопольского края Выделили средства Мы сработали оперативно На сегодняшний день Так будем грубо, может сказано Но взлеты Саранчи Есть единичные случаи Если нам прилет не будет Из сопредельных наших территорий Мы на следующий счет Надеемся, что у нас Саранчи вообще не будет А молодежь задействована в уборке? Если да, то много ли ее? Молодежь задействована Конечно, школьники сегодня Кто экзамены сдает В основном они работают на подсобных рабочих А есть и штурвальные Идут студенты Приходят, работают Надо сказать, что заработать хотят Значит, стараются Есть постоянные, которые Есть потомственные, так сказать Дети колхозников приходят, работают Это надо, да, должное спасибо им большое На футбол не отвлекаются с уборки? Все-таки чемпионат мира Матчи проходят иногда, наверное, во время В рабочее время Ну как не отвлекаются? Вы такое говорите? Вы, наверное, шутите? Конечно, отвлекаются В каком смысле отвлекаются? Обсуждают в перерывах между этим Обсуждают футбол Стараются смотреть Конечно, болеем за нашу сборную Как нам? Такое мероприятие Хотя уборка главнее Но, тем не менее, чемпионат мира Мы считаем Тоже такое мероприятие Которое сегодня Все смотрят Ну и напоследок Что дальше? Вот сейчас уборка Только-только, можно сказать, началась Какие перспективы у района? Ну, идет уборка Идет сразу же Мы с вами ехали Видели Поля начинают пахать Лучильники работают Идет подготовка К следующему урожаю Мы же не говорим Что на этом Что останавливаемся Заготовка кормов Конечно, кормов будет мало Но идет заготовка кормов Параллельно Параллельно идет подготовка Полей к севу Пары Вы проезжали Видели чистые у нас пары Параллельно будет подготовка семян Сейчас этот Все идет по плану Как и положено В общем, работа идет Без перерыва, можно сказать Работа идет без перерыва Вы сами видите Техника Сегодня практически Сельхоз Работают 24 часа в сутки Перерыва быть не может Спасибо вам большое Спасибо за комментарии Спасибо за то, что вы делаете Собираете хлеб для нашей страны Спасибо вам, что вы к нам приехали Не забывайте нас Спасибо большое Спасибо вам Ну что ж, друзья Мы были в Арсгирском районе Где Как мы убедились Идет полным ходом Битва за урожай За Ставропольский урожай 2018 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова